Физкульт привет! Меня зовут Андрей Блохин и я познакомлю вас со спортивными новостями Брикс. Главное спортивное событие лета проходит в эти дни в России. Чемпионат мира по футболу финиширует 15 июля. Главный фаворит турнира сборной Бразилии не будет участвовать в борьбе за медали. Она выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв бельгийцам 1-2. Лидер бразильцев, 26-летний нападающий Неймар, назвал поражение от команды Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира в России самым грустным моментом своей карьеры. В инстаграме Неймар признался подписчикам, что испытывает боль и что ему трудно найти мотивацию, чтобы дальше играть в футбол. Но бразильский нападающий, надеется, Бог ему поможет. Неймар был звездой еще до старта чемпионата мира в России, а вот россиянин Артем Дзюба блеснул и заставил о себе говорить уже на самом турнире. Дзюба в пяти матчах забил три мяча и отдал две голевые передачи. Теперь у нападающего, который месяц назад играл в Арсенале и Стулы, появились предложения из-за рубежа. Одно из Кардифа, дебютант английской премьер-лиги, а второе, внимание, из Китая. Речь о Гуанчжоу, который тренирует легендарный Фабио Канавара. В случае с китайским вариантом, где до конца периода заявок всего около недели, остается пока непонятным, как быть с лимитом на иностранных футболистов. В заявке на игру их может быть не больше трех. При этом на поле их число должно равняться числу китайских игроков возрастом 23 года и младше. А в общей заявке не больше четырех. Футбольный клуб из чемпионата ЮАР. Глуфонтейн Селтик может сменить владельца. Как утверждает издание Гол, у клуба начались большие финансовые проблемы, из-за которых команда может прекратить свое существование. Спасти клуб могут российские бизнесмены, которые уже начали переговоры о возможной покупке. Ожидается, что сделка по передаче клуба состоится еще перед стартом нового сезона. Сумма сделки составит порядка 4,5 миллионов долларов. И немного об автоспорте о Формеле 1. Владелец команды Форс Индия, 62-летний миллиардер Виджай Малья, сомневается, что она в скором времени будет продана. Более того, бизнесмен дал понять, что согласиться на такую сделку не хотят. Люди пишут о моей команде и о ее собственнике годами. Я горжусь тем, что в Австрии мы провели 200-й Гран-при в истории. Это большая веха для меня. Что касается слухов о продаже и всех заявлений, которые муссируются в прессе, то все, что я могу сказать, так это то, что если поступит доступное предложение, я буду первым, кто начнет вести переговоры с акционерами. Я почувствую их мысли, так заявил Малья. Это все новости спорта стран Брикс. Через неделю расскажу вам что-нибудь новое. Будьте спортивными! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова